За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении ведутся бои в районе Дементьевки. Российские войска перешли в контрнаступление в сторону Русской Лозовой, что позволит дальнейшим зайти с флангов в тыл украинской группировки в Прудянке и Слатина. Чтобы не допустить наведения переправы ВСУ через Северский Донец, российские войска ведут бои в районе Рубежного, пытаясь выйти на Старый Салтов. Украинская сторона пытается выйти на Терновую. Ведутся ожесточенные бои на данном участке. В Золочеве, откуда ведется обстрел российских позиций из-за артиллерийских орудий, был нанесен удар по казарме, где находились две роты украинских военных и склад боеприпасов в подвале. На Изюмском направлении украинская армия не оставляет попыток перебраться без переправы через обмелевший Северский Донец в районе Протопоповки и Петровского, чтобы зайти в тыл российской армии, наступающей на Донецком направлении. Тех, кому удалось перебраться на противоположный берег, встречают российские диверсионно-разведывательные группы. Российские войска полностью завладели долиной. Сейчас идут бои за Краснополье. В районе данного населенного пункта сбит украинский Су-25. На Луганском направлении в Северодонецке украинской стороной сорвана попытка эвакуации мирных жителей из промышленного завода «Азот». Вышел только один дедушка 74-х лет. Предположительно, мирных жителей насчитывается до 10 тысяч человек. Самих ВСУ примерно 2,5 тысячи, включая пятую часть иностранных наемников. Под Сиротино начался частичный отвод наиболее боеспособных украинских подразделений через Ленинский мост. В части 81-й отдельной мотострелковой бригады и 79-й десантно-штурмовой бригады покинули жилые кварталы ночью. Союзные войска продвинулись к Новоивановке. Идут ожесточенные бои. ВСУ закрепились у Николаевки. Сюда стягиваются подкрепления 14-й отдельной мотострелковой бригады. Вероятно, что будут попытки украинской стороной выбить российские войска из ключевого пункта в Рубовке для возобновления использования трассы Николаевка-Горская. Сейчас по Врубовке работает украинская авиация. Войска ДНР смогли локально пробить оборону по направлению к Берестовому по линии Яковлевка-Белогоровка-Берестово-Николаевка. После взлома обороны бойцы ДНР закрепились на окраинах Берестового, важный пункт взятие которого полностью перережет трассу Артемовск-Лисичанск. Украинская сторона за счет постоянных подкреплений будет пытаться выбить противоположную сторону из данного села. На Донецком направлении, в трех километрах с северо-востоку от Кленового, штурмовики Вагнера пробили укрепрайон ВСУ. Украинская группировка оставила ранее занятые позиции. В ближайшее время Кленовое должно перейти под контроль ДНР. Информация о взятии Семигория не подтвердилась. Физический котел вокруг Новолуганского и Юглегорской ТЭЦ пока не замкнут. Продолжаются бои. Украинская артиллерия вновь нанесла массированные артиллерийские удары по жилым кварталам Макеевки. Российская армия нанесла удар по железнодорожному узлу в Красноармейске. Повреждены пути различный подвижной состав. Вероятно, удары наносили по скоплению перебрасываемой техники. На Николаево-Херсоцком направлении украинская армия готовится к наступлению российских войск и усиленно готовит оборонительные рубежи по линии населенных пунктов Новая Заря и Правдина. Разведку ведут беспилотники Байрактар, взлетающие с аэродрома Школьной Одесской области. Под снегиревкой сбит украинский Ми-24.